Hello, hello! Всем привет! Добро пожаловать в нашу новую рубрику «Английский спеленок». Меня зовут Юля и в Skyeng я уже более пяти лет с самого основания и за это время занималась абсолютно разными проектами, начиная с составления материалов, проведения вебинаров, тренингов, писала статьи, до сих пор их пишу и даже снимала ролики на ютубе. Семь месяцев назад в моей жизни появился самый главный ученик, которым мог заниматься целыми днями, такой VIP в квадрате даже в клубе. Я считаю, что английский нужно начинать учить как можно раньше. По мнению Блена Домана, это автор одной из методик раннего развития, младенцы гений в изучении языков и они могут учить несколько языков одновременно. Мы начали учить с рождения, но получилось активнее примерно месяцев четырех. 60% времени мы разговариваем на английском языке. Я пою песни, рассказываю стишки, мы изучаем животных, цвета, прилагательные материалы, фактуры, цифры и так далее. Активно слушаем, запоминаем, но пока еще не говорим. А сейчас мы вам покажем универсальное задание для деток любого возраста. Это песня-кричалка Гоу-бананас. Ага, Тони, now you're going to your high cheer. Тони, Тони. Совсем маленькими вы просто поете песни и показываете жесты. We pick bananas, pick-пик bananas, peel-bananas, peel-пил-bananas, chop-bananas, chop-чоп-bananas, mash-bananas, mash-mash-bananas, eat-bananas, eat-eat-bananas, go-bananas, go-go-bananas, mommy's going bananas. А с детьми постарше примерно 3-6 лет можно эту песню протанцовывать, и они сами будут повторять движения и жесты за вами. В младшей школе Гоу-бананас может быть прекрасной физкульт-минуткой, дети стали между партнами Гоу-бананас. Тони, come to mommy. Now it's time to go for a walk with your granny. So let's say goodbye to everyone. Bye-bye, bye-bye. На сегодня все, в следующий раз мы расскажем о Fingerplace, не только расскажем, а еще и покажем, как это делается. И хочу сказать, что декрет это не конец карьере, как многие думают. У меня и самой были переживания, страхи по этому поводу, боялась выпасть из процесса, потерять квалификацию. Однако страхи совершенно напрасны. Уже через 2 недели после рождения сына я составляла задания для Олимпиады Sky Teach, писала статьи, а через 2 месяца вернула своих двух учеников. Конечно же 6 уроков в день подряд никак не получится, но 1-2 запросто. Это помогает мне быть в тонусе и деньги лишними совсем не будут, потому что, поверьте, дети, это очень дорогое удовольствие. И хочу сказать, что получилось у меня, получится и у вас. На сегодня все. See you later, alligator. Bye-bye-bye, butterfly. Пока-пока.